После революции достоинства многие видные и активные члены партии регионов, что называется, залегли на дно. Но с приближением местных выборов они вновь появились. Правда, в новосозданных или возрожденных партиях того же регионального толка. Сейчас такие кандидаты пытаются не вспоминать свое бело-голубое прошлое, но суть и их мышления не поменялись, уверены активисты Евромайдана. Почему нельзя допустить бывших регионалов к власти в нашем сюжете? Активисты, с сожалению, констатируют, бывшие регионалы разбежались по самым разным партиям. Некоторые из них есть в полицилах, ориентирующихся на демократический и европейский вектор развития Украины. Однако, как ни крути, больше всего их все-таки в партиях, возглавляемых одиозными регионалами. Яркий тому пример, по мнению активистов Евромайдана, партия доверяет делам, которые и методы, обкатанные регионалами, вовсю используют и сейчас. Будь-яка справа в городе, яка сделана за счет бюджета Одесского, все эти справы выдаются за заслугу особисто одного політичного субъекта, в частности, партии доверяют делам. Это величезная мильная бульбашка, которая мне напоминает 3-4-летней давнины мильную бульбашку на всю Одесскую область. Была такая программа «Народный бюджет». В эту партию пошли почти все такие одиозные регионалы Одесской міськой рады. Начали в это, конечно, Труханов. Цели и задачи перекрашенных сторонников Януковича явно не работать на благо избирателей. Их работодатели – финансово-промышленные группы. То есть такой избранный кандидат будет просто лоббистом определенных бизнесменов. Да и сами такие кандидаты – бизнесмены, не слишком честные. И мандат для них – лишь форма защиты от вопросов правоохранителей и возможность и дальше заниматься распилочным бизнесом. Они решили, как продать схили одесские, они решили, как подиграть одни или и другие финансово-промышленные группы, одному или и другому олігарху. Они неодноразово, в частности, Одесская міськая рада, обратились к Януковичу с вимогой разъяснить, потопить в крови Майдан. Они хотят надалі проводить ту политику по высоте своих особистих меркантильных интересов, которые очень далеки от интересов общественных, государственных интересов. У них нет никакой принциповой жизненной позиции. У них позиция одна – шкурные и приватные интересы. Эти деньги, они в любом случае пытаются сохранить свой бизнес, пытаются сохранить грабование. Уловки у регионалов тоже классические, рассчитанные на короткую память избирателя. Лучше всего запоминаются самые последние и хорошие. Навмисло затримуют, бюджетные выдатки затримали. И именно в последние дни пытаются делать иллюзию такой бурной деятельности. Пытаются скрозь там асфальт стелить. Весь рік ничего они не делали, а вот сейчас они там асфальт кладут. Активисты Евромайдана надеются, что за сладкие, но невыполнимые обещания, а также за гречку, скамейки и детские площадки избиратели на этот раз голосовать не будут. Иначе возврат самого плохого, что было у партии регионов. А возможно и в разы больше. Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания Круг.